всем привет дорогие друзья с вами дэвид джонс это уже третий по счету выпуск где мы вместе с залупашкой рассматриваем способы заработка в мирной деятельности albion онлайн мы с вами уже рассмотрели такие вещи как элементы крафтинга базовые а также рассмотрели с вами такой элемент как домовладение или же рабочие и сегодня пришло время досказать вам оставшиеся виды заработка про которые мы упоминали в предыдущих видеороликах но про которые нам не хватило хронометража вам рассказать а именно заполнение журналов и заработок на журналах а также крафт алхимии и еды и сегодня у меня в гостях залупашка снова привет всем привет и сегодня мы прольем вам свет на то как зарабатывать с помощью книжек так залупашка что такое журналы и зачем они вообще нам нужны но для тех кто смотрел гайд по домам да им известно что рабочим скармливаются журналы как из которых они потом приносят ресурсы до которые потом можно продать вот эти журналы заполняются заполняют крафтеры до люди которые крафт какие-то вещи пока по какому принципу это работает а мы сначала должны купить журнал у работника ну либо на аукционе они продаются да мы заходим там в интерфейс работника покупаем этот журнал и идем крафтить важно понимать что если я покупаю журнал допустим охотника то мне нужно накрафтить вещей охотника чтобы заполнить журнал ну допустим там друидские посохи какие-то луки не знаю там куртки кожаные в принципе вся кожаная броня и так далее после того как я заполню журнал этот журнал можно либо продать дороже чем пустой гораздо дороже чем пустой либо отдать работник ну вот базовый механик в принципе такая вот как так то есть есть вообще и другие журналы они сфокусированы на рыбалке возможно на добыче руды но поскольку в первом видеоролике мы рассматривали самые эффективные и у залупашки тут стоят именно эти рабочие это охотники мы будем сейчас рассматривать именно заработок на профитном виде деятельности а именно на журналах охотника вот который как раз корр и заполняются крафтом предметов именно охотника да давайте я чуть-чуть расскажу в принципе про виды журналов до их несколько видов например мы сейчас рассмотрели охотников да это журналы ну как бы крафтеров то есть охотники слесари маги кузнецы там да и так далее они заполняются при крафте есть еще такой вид журнала как журнал общий да то есть что это значит это знать это эти журналы заполняются при любой деятельности абсолютно любой то есть любой фейм который вы получаете может идти в эти журналы но и заполнять не особо профитно потому что но они просто тупо очень мало стоит но вы можете например когда идете на кач взять журналы там общие они как-то заполнятся но сильно много вы с этого не заработаете но так копеечку далее есть журналы наемников да это тоже такие специальные рабочие которые приносят золото они тоже не сильно популярны они мало золота приносят но в принципе вы тоже можете заполнять журналы наемника заполняются когда вы убиваете любых мобов вот то есть когда вы убиваете мобов заполнять эти журналы далее последний тип он он очень интересный это журналы собирателей например там женицы свежеватели там дровосеки вот когда вы занимаетесь собирательством вот обязательно настоятельно рекомендую брать журналы потому что журналы собирателя заполненные стоит ну просто космос да допустим т6 журнал свежевателя заполненный стоит 50 там 60 иногда тысяч это как бы ну серьезно а заполняйте вы его ну там за 20 минут там условно говоря собирательство вот я вот например занимался как я говорил уже в гайде по рыболовству когда я занимался рыбалкой и у меня был выкачан рыболовный чар на прошлом аккаунте я тоже брал с собой обязательно журналы я про это кстати говорил тоже видеоролики то что я брал с собой журналы и просто-напросто налавливал сразу очень много рыбы и они все у меня были заполнены я с этого имел тоже очень неплохие деньги на заполненных журналах именно с рыбалки то есть если вы идете там не знаю добывать дерево не поленитесь взять с собой журнал заполнить его и продать это дополнительный заработок вот и так злупашка как ты уже сказал но тем не менее какие журналы сейчас вообще выгодно заполнять то есть из тех что ты перечислил понятное дело что ты начал с охотника и так далее но еще какие то есть именно такие на которых можно максимально эффективно фармить серебро да смотрите ну во первых я сказал про собирателей блин просто берите журналы если вы идете собирать вот и все заполнять журналы сейчас мы сейчас вот поговорим про заполнение журналов в крафтинге это такой интересный момент который позволяет даже казалось бы непрофитную вещь вывести в плюс то есть мысль какая допустим есть какой-то t6 шлем не знаю там кожаный и он как бы продается немного в минус допустим его себестоимость там 60 тысяч серебра он продается за 54 но как бы крафтить его как бы ну не очень да но поскольку вы понимаете что вы с этого шлема будете заполнять книги то это стоит учитывать то есть смотрите t61 вещи обычно не артефактный заполняется в среднем одна книга там плюс-минус я точно не помню посмотрите вот t6 книга любая книга смотри то есть . один вещью обычно не артефактный заполняется любая книга то есть если это 4 журнал охотника то мы делаем t41 шлем кожаный заполняем и сразу если это 5 то 5 и так далее да 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 ну приблизительно так там блин я могу немножечко ошибаться на какие-то там проценты на 10 процентов до сюда но да но да они заполняются так если мы говорим об артефактных вещах если мне не изменяет память то там одна артефактная вещь 60 допустим заполняет просто шестой журнал но это зависит еще от самой артефакты вещи они делятся на реликтовые на вещи за души и за руны вот те которые за реликты точно заполняют из-за души по моему тоже там просто чуть больше фейма понимаешь чем я говорю да не знаю если есть смысл там зрителям объяснить что есть разные там реликты нет это все понятно ребят в игре как вы знаете из тех кто смотрит если вы не знаете то в игре есть несколько градаций предметов помимо того что есть подразделение на . 1 . 2 . 3 на качество предметов также есть еще реликтовые и обычные предметы реликтовые предметы артефакты так называемые они разделяются на три типа это самые простые артефакты которые крафтятся из первого тиры из рун рунических артефактов это у нас первый тир артефактов можно так сказать 2 это из адских душ вот и наконец третье это те артефакты которые созданы из реликтов они наиболее ценные потому что реликты стоит гораздо дороже вот ну собственно говоря тут все я думаю вы знаете да еще хотел сказать что вот книги заполненные в принципе улетают космической скоростью да есть его выставить там любого тир этом но кроме разве что 8 50 каких-нибудь книг а больше вы скорее всего но вряд ли будете в день заполнять но есть кит только задроты там по 100 книг по 200 будут заполнять вряд ли они будут улетать но в течение получаса час они полны почему такая востребованность на книгах может объяснить в чем профит то есть человек я так понимаю покупает сразу заполненный журнал несет и кладет своего рабочего это ведь для этого покупают люди ну да да но просто допустим я не крафт чего за мне маги стоят а я не крафт что там вещи магов но мне как бы единственный вариант купить или я не хочу еще скрафтить допустим я зашел в игру блин в отпуск ну блин ночью я буду крафтить 60 книг на два острова но это пипец это мне нужно исследовать рынок нужно посмотреть что сколько стоит там подготовиться найти эти т7 вещи которые нужно скрафтить скрафтить их нужном количестве найти артефакты но это как бы я залипаю сразу к их ну на час плюс-минус то есть это прям вот быстро улетают книги они все время востребованы да да они все время востребованы есть как бы не переживайте если вы выставите книги они сразу уйдут то сколько на этом можно зарабатывать в день я расскажу попозже чуть-чуть о фишечках заработки на книгах да на определенных книгах но так вот чтобы это был какой-то отдельный прям вид заработка это такое дополнение крафтингу дополнение к собирательству это в принципе увеличивает ваш заработок из крафтинга из собирательства но в случае с крафтинга процентов на 20 наверное до случае с собирательством но наверное были процентов на 50-60 потому что я повторюсь когда ну какой-то свежеватель заполняют журналы они очень дорого стоят да то есть я как где делаю я там за полчаса заполняю полную сумку там рисов и заполняют два журнала такой у меня рез и стоит 160 тысяч допустим а книги у меня стоят там сто тысяч понимаешь то есть окей ты сказал про секреты фишечки расскажи давай перейдем к этому наверное секреты и фишки и разнообразные дни сразу не из непонятные вещи до которых ты можешь рассказать новичкам какие-то вот секретки пасхалки как на этом можно более профитно зарабатывать давайте я расскажу наверное сегодня так об одной я думаю может быть будем периодически какие-то фишечки можешь записывать как-то скидывает сейчас данный момент но вы знаете есть крафтинг мебели да то есть эти столы в дом домах и кровати они откуда-то берутся так вот это крафтинг мебели сундуки это тоже крафт мебели так вот сейчас данный момент в альбионе можно заработать на сундуках пользуйтесь возможностью все те кто посмотрел это видео в числе первых могут в принципе не слабо заработать вот там 500 тысяч в день но это минимум да вот вы берете и красить просто сундуки т3 да и заполняйте книги слесаря т3 то есть когда вы крафтите любую мебель вы заполняете книги слесаря вы банально покупаете дешевые т3 книги слесаря приходите в слесарку и крафтить там эти сундуки во первых вы получаете профит на самих сундуках приблизительно там наворот там 50 до 100 процентов зависимости от того но сколько эти сколько там людей что на момент этим занимается и потом вы эти т3 журналы просто выставляете на рынок сейчас т3 журналы блин нереально дорого стоит неадекватно просто потому что видимо ну никто не хочет заморачиваться крафтить эти вещи вот и ну просто нет их на рынке они стоят от 12 там я помню я помню помните на стриме ребят еще говорил то что когда я на основном аккаунте еще был я занимался рыбалкой то что я покупал т3 журналы пустые и продавал их просто по 10-15 тысяч они стоят там по 100 под но не помню сейчас даже скажу они стоят по 500 серебра по 1000 серебра продавал их по 15000 еще смеялся то что 15 раз там в 10 раз дороже заполни журнала заполняется за 5 секунд да 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 понимаете и это но давняя такая фишка я не знаю как это повлияет на на рынок после выхода этого гайда из лупашку кого все все крафтеры будут ненавидеть там уже в комментариях пишут то что блин там уже упали цены на какие-то позиции там все дела спасибо что знаешь там в скобочках так на спасибо что вы записали это дыхает я не тоже зарабатывают они это бред на самом деле это все развивают экономику опять же потом из дэви доберемся если беремся до видео я расскажу как работает экономика в альбионе да и в мире в принципе и что на что влияет и почему наши гайды на самом деле очень не слабо могут развить комьюнити и ну комьюнити крафтеров и экономика альбиона в целом да главное все правильно записывать и правильно последовать так вот если ты три журнала вы заполняете они стоят от 10 до 15 даже 20 тысяч я видел были это просто жесть вы можете заполнить с этих сундуков там по-моему 100 сундуков заполняет 60 книг вы просто там можете очень серьезно заработать вот но и вторая фишечка она такая она на постоянку она работает в принципе всегда вы можете просто если у вас есть работники вы можете у этих работников покупать пустые книги и приблизительно в плюс 1000 серебра продавать их на аукционе но очень много вы на этом конечно не заработаете да но бывают моменты когда какие-то книги какого-то тира вообще в жестком дефиците и очень часто я наблюдаю такую картину что заполненный журнал стоит там там конец т5 15 тысяч а пустая книга 10000 а у работника она стоит 4000 ну вот представляете да человеку просто трудно подойти к дому сделать себе своего рабочего которым будет покупать а его сначала надо прокачать понимаешь чтобы т5 журнал купить нужно т5 т5 работник и у всех эти работники есть допустим я там крафтер крафтю т5 вещи и мне пустые журналы нужны и я не могу ниоткуда взять купить могу только на аукционе у меня рабочих нет вот чем прикол ну это очень ребят крутой способ на самом деле как из воздуха можно банально сделать деньги если у вас прокачаны какой-то определенный тир он сейчас в цене то вы можете просто к закупить в одном месте продать буквально через пять метров и из воздуха сделать деньги по сути есть еще какие-то фишки о которых ты не до рассказал но я думаю давайте на сегодня пока все фишек на самом деле очень много можно много на чем зарабатывать но давайте одну фишечку не оставим и как бы перейдем наверно к зельям окей ребят сейчас я сделаю небольшой такой вот каст заклинание мы перенесемся сразу к станку с алхимией на примере которой мы расскажем как и главное на чем можно заработать деньги занимаясь крафтингом алхимии и еды давай-ка стуль что здесь такое дырка в сюжете мне как раз всегда было интересно как ты в сюжете получать дырки и куда они ведут итак мы оказались прямо возле алхимической лаборатории и она в городе ребята в королеоне сразу покажу находится вот здесь причем только что мне вот буквально пока мы ехали залупашка рассказал про то что нужно быть внимательным к ценам потому что здесь стоит две лаборатории одного и того же человека и как вы видите одна стоит чуть ближе чем вторая и если мы посмотрим на карте то плата за пользование алхимической лаборатории которая чуть ближе 105 процентов а которая буквально в двух метрах ниже 80 процентов он недавно поднял цену просто чтобы на доверие люди которые привыкли в ближний крафтить отдавали больше денег в общем-то везде капитализм ладно ладно да мы сюда подошли ну то есть не просто так я вот обычно просто крафчу в этих лабораториях традиционного вот в этих двух лабораториях самые низкие цены по корлеону но и удобненько так как они стояли рядом две если в одной в какой-то заканчивалась энергия да то во вторую можно было перейти и продолжить крафт так окей я подхожу к алхимической лаборатории расскажи заработок на алхимки и еде это то на крафте алхимки и еды это то на чем в прошлый раз остановились когда рассказывали про крафт расскажи как на этом зарабатывать и что вообще нам для этого понадобится нам нужно раскачивать фермерство или как-то вообще происходит да но я считаю что вообще что каждый уважающий себя крафтер должен прокачать либо алхимию либо и да как кулинарию до либо зелье выпускать либо еду почему потому что там самый большой заработок с очков крафтинга идет да просто невероятный заработок сейчас расскажу для того чтобы этот невероятный заработок был вам нужно прокачать желательно все абсолютно ветки алхимии до 100 если мы откроем доску достижений вот посмотрим что здесь их 8 штук то есть как бы это не так просто но это ребят того стоит если вы все прокачаете на 100 у меня еще не на 100 но при по приблизительным паще подсчетом можно от двух до трех миллионов в день иметь 10 тысяч очков крафтинга таких цифр вообще никогда не видел нигде у меня уже при прокачке но не максимально но близко к максимально уже полтора миллиона и у меня не докаченные зелья вот энергии и здоровья всего лишь по 70 до и не докачаны еще вязкие настойки там вообще всего лишь 26 потому что сложно прокачать вот если это все прокачать можно два с половиной три миллиона иметь просто тупо с 10 тысяч очков крафтинга поэтому это крайне выгодно но даже если вы прокачаете ветку до 100 популярную популярная ветка это либо деле защиты либо яды то вы уже сможете зарабатывать приблизительно лям то есть это тоже много и прокачать зелья очень просто расскажи что для этого нам понадобится как вообще начать раскачку зелий то есть нам нужно для этого заводить свою ферму или достаточно покупать просто реагенты с аукциона идти к своей к алхимической станции крафтить смотрите вы можете щелкнуть на любое зелье и посмотреть сколько ресурсов требуется для крафта одного стака этого зелья зельями такая история что на не крафтится по 5 то есть кроме кроме самогона вот если вы посмотрите там везде написано x5 вот и если кликнуть на зелье можно посмотреть сколько ресурсов надо закупить для крафта 5 вот таких вот зелий каких-либо ваша задача невзирая на прибыль или убытки докачать до т7 до производства т7 посчитайте посмотрите что там выгодно по-разному в разные зелье в мете тут уж не скажу да вот как только вы докачались до т7 вы берете и качаете то есть нам просто нужно выкачать алхимика до 60 уровня до до т7 и потом вы качаете качаетесь на эликсирах защиты качаетесь на зелье гиганта качаетесь на вязких настойках и на кукурузном самогоне по поводу самогона вот сразу скажу у нас на гильдейском острове есть алхимическая лаборатория там самогон очень выгодно крафтить ребята прям не пропустите воспользуйтесь этим шансом потому что там очень низкий налог там нет возврата ресурсов но за счет низкого налога мы как бы выигрываем и ну вот прям качайте очень рекомендую вот прям вообще вот как только вы прокачаете до 100 ну то есть как это обычно работает вот у меня я закупаю ресурсов приблизительно там но на 5 миллионов еду крафчу на 5 миллионов зелий допустим защиты или я все что нужно покупаешь на аукционе да конечно вот эти вот упырящие тысячелистники царские огнецвета и так далее да но здесь нужно здесь есть нюанс нужно мониторить постоянно ценники цены на траву скачут ну просто как бешеные и вам нужно завести обязательно какую-то excel табличку или как-то будет в тетрадке это записывать ну то есть вам нужно знать упасть когда у тебя есть эта табличка как обычно у меня есть табличка я скидывал да могу еще раз скинуть там моя общая табличка и по крафтику и по зелью будет в описании ребят да вот соответственно вы вбиваете в табличку если будете моей пользуются стоимость текущую ресурсов и она вам автоматически просчитывать себестоимость зелий вот кстати говоря на данный момент еще у нашего сагильдийца хагинга есть алхимическая лаборатория с пониженным налогом если по карте посмотреть это сразу слева вот по центру слева первое вот хагинг владелец вот подходите туда крафтить туда сейчас я пытаюсь найти сразу слева от центра королевого влево просто она появилась недавно мы почему сюда подошли это для сагильдийцев ребят для тех кто состоит в russian guild вот я вижу что плата для друзей 50 процентов вот для этого нужно состоять в гильде russian guild ну пока мы зашли зашел об этом разговор то вы можете подать заявку в russian guild 3 это мой состав вот в составе гильдии russian guild и в составе альянса вот потому что слотов у нас еще много свободных если вы смотрите мои видео то давайте заявки да если вы не в рашен гилд то вот в этих в химических лабораториях но у которых мы стоим они до самой адекватной вот смотрите вы покупаете все рез и подходите крафтить потом сливаете это все на аукцион но мониторите цены скажу так скорее всего вы будете плюс-минус крафтить в ноль иногда зелье можно продавать в плюс причем хороший зависит от того в какое время вы выкладываете то есть если вправе выкладывать что в принципе там заработок идет но ночью обычно цены пони но понижаются на деле вы с утра приходите такие о блин у меня нихера не продалось все подешевело на 200 монет печалька вот как то так как только вы докачаетесь до уровня 100 например в зельях защиты ли в ядах вы можете с помощью фокуса крафтить ну то есть и зарабатывать приблизительно миллион с десяти тысяч очков крафтинг что еще хочется сказать вот если мы откроем зелье можешь показать т7 большой эликсир защиты защиты эти и здесь есть чары нажмите на чары и это чареные зелья то есть можно производить чареные зелья прикол здесь в чем прикол в том что вот эти эссенции они тоже с возвратом ресурсов это короче очень мощно если ты нажмешь на энергию крафтинга не 36300 стоит один раз крафтить с возвратом у меня 275 вот смотри в чем прикол а если ты уберешь чары и нажмешь галочку с энергии крафтинг сколько у тебя сейчас скажу 6300 и так и так вот видите в чем прикол чареные зелья стоит столько же пачку мочки крафтинга очков карантика стоит столько же сколько и обычные но при этом они они дороже и они возвращают эссенции вот эти то есть вы на не заработаете еще больше там полтора ляма можно сразу заработать но есть нюансы они достаточно но медленно уходит то есть уходит хорошо более-менее 81 яды до 71 защиты тоже но как бы в меньшей степени вот так что тоже советую не поленитесь там посчитать посмотрите это ну гораздо выгоднее чем мы просто на обычные сливать очки фокуса что теперь про еду с едой как обстоят дела вообще или то же самое что и с алхимкой то есть чем выше у вас производство еды по мастеркам тем меньше очков крафтинга закупаем расходку на аукционе и крафтим еду да ну с едой плюс-минус все то же самое там да я думаю если вы ну начнете качать и то и другое вы быстро освоитесь да и не будет для вас никаким сюрпризом единственное что в еде как бы там часто происходит всякая фигня с мясом она то дорогое то дешевое и вот это как бы но не очень да то есть не всегда есть возможность крафтить еду да потому что ну допустим там мясо дорогой там да это и геморрой с этим мясом но в общем я остановился я крафтил еду но я остановился больше на производстве вот зелий а мне кажется они более такие более интересные вот и кстати вот у меня спрашивают тоже новички блин типа как я буду крафтить по 500 по 1000 зелий это типа дофига много они будут долго уходить ребят откройте статистику в корлеоне посмотрите сколько как т7 это 8 зелий уходят там 14000 20000 в день примерно вот такие цифры да поэтому ребята вы не сможете скрафтить столько чтобы там у вас что-то не ушло она уходит выходит с бешеной скоростью то есть 1000 зелий можно банально продать но есть по самой низкой цене выкладываешь там но полчаса она часто максим есть еще о чем мы сегодня не рассказали касательно алхимии и заработки на еде да я думаю я думаю такой базы хватит вы когда начнете крафтить возможно у вас появится кит вопрос можете задать до мониторить цены но такое напутствие да то есть мониторить постоянно цен на траву да и как только цена на траву падает вы ее как бы забираете игру вот когда вы начнете крафтить и устанете им просто маньяками по скупке травы вот как только будете видеть что допустим какая-нибудь туманная дешевле 480 вы просто у вас будет гореть глаза и вы будете все скупать вот итак злопашка спасибо тебе большое напоследок как обычно минутка рекламы все что хочешь как обычно что как обычно передам привет всем крафтерам да выражу благодарность хагингу за то что он купил участок и снизил налог для сагильдийцев это на самом деле очень круто и но позволяет заработать больше и в принципе человек сделал проделывает большую достаточно работу по развитию острова да он там размещает всякие башни магов там охотника что можно крафтить разные вещи в плюс с большим профитом вот пользуйтесь да кто в рашинге стоит рекомендую особенно особенно самогон накладного мостами ребята прочекайте офигенный вид заработка вот ну и на этом мы с вами прощаемся ребят пишите в комментариях что вы думаете о тех вариациях заработка мирной деятельностью которые мы разобрали сегодня в ролике для тех кто хочет получить полную базу необходимо посмотреть первые два ролика которые у нас выходили про крафт и про рабочих ну и не забывайте о том что на моем канале вы всегда сможете найти еще очень много полезных видосов я думаю это не последний гайд касательно мирных занятий и экономики в альбион онлайн надеюсь вам было это интересно и полезно ставьте лайк распространяйте этот видос потому что исходя из вашей активности мы будем делать видосы и там думать о том насколько быстро выпускать следующий ну и всем пока пока увидимся всем пока